Когда мы говорим о христианском свидетельстве или слышим свидетельства верующих людей о их духовной жизни, их христианстве, чаще всего мы слышим о радости, о радости спасения, о радости прощения. Мы слышим о положительных сторонах христианской жизни, о благости Господа, о вечной жизни. И очень много, если человек не сведущ глубоко в христианской жизни, он может воспринять и подумать из нашего свидетельства, что христианская жизнь – это, знаете, такая безоблачная дорога, полна благословения, где сопровождают ангелы на этом пути, где Господь отвечает на все наши молитвы. Но если где-то случаются какие-то трудности, переживания, то во Христе, в Боге мы имеем настолько такой багаж утешения, что это все слегка и компенсируется. Друзья, и это правда, но это только часть правды. Не так часто мы услышим ту часть христианской жизни, связанную с блаженством, которое сопровождается слезами. Мы не часто услышим о том, что христианская жизнь – это плач, это слезы. Не слезами радости, а слезами, оплакивающими свое состояние. Плачь о своих грехах, плачь о погибающих наших детях, близких, плачь о зле, который совершается в мире, о погибающих людях, о смерти, о ужасах войны, плачь о многих-многих других моментах жизни, где именно плач, друзья мои, где именно плач является свидетельством нашего правильного состояния перед Богом. И чаще всего такой плач, он невидимый, друзья, он не публичный. Чаще всего такой плач напоминает мне женщину, которая пришла много веков тому назад в храм. И священник, глядя на ее уста, подумал, что она нетверезая, что она пьяная. И даже сказал, пойди, вытверзь здесь от твоего вина. Она, эта женщина была скорбящая духом. Мой вопрос сегодня, братья и сестры, перед тем, как будем молиться христианам, к верующим людям, которые пришли сегодня в Дом Божий помолиться, поклониться Господу, какое место в нашей жизни должен занимать плач, слезы. Я не имею в виду о том искусственном вызывании слезах или просто как эмоциональном переживании, вызванной какими-то обстоятельствами жизни. Библия совершенно не осуждает нас в этом, потому что, друзья, наша жизнь состоит из многих моментов, где мы плачем. И я себе задал вопрос, друзья, кто плакал на этой неделе искренно в кругу семьи, лично пред Богом. Я не хочу говорить «поднимите руку», но я убежден, что сказали «да». Были моменты, где мы плакали. Может быть, просто в глазах слезы были. Может, это был тихий, невидимый, но был плач. Братья и сестры, Библия совершенно не осуждает нас в этом. Это естественно. Плач связан со всей нашей жизнью. С плача начинается наша жизнь, и плачем заканчивается. Сначала плачет кто-то родился, а зачем плачут те, кого провожают, за тем, кого провожают близкие. Но интересно, как Библия относится к плачу. Есть даже повеление плакать, друзья. Есть даже повеление Библии плакать. Библейский плач, я бы назвал его именно так. Он отличается от естественного земного плача. Давайте очень кратко рассмотрим несколько библейских текстов, которые нам помогут увидеть эти слезы, ценность этих слез, и никогда не осуждать тех людей, которые плачут пред Богом, изливают свою печаль пред Богом. Первый текст Писания, если можно, откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 5 глава, 4 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. «Блажены плачущие, ибо они утешатся». Это очень известный текст, не правда ли? Эти слова Иисус Христос сказал в своей Нагорной проповеди, но они остаются загадкой сегодня для многих людей, в том числе верующих людей. К большому сожалению, проповедь Иисуса Христа, которую мы называем Нагорной проповеди и заповеди блаженства, осталась для многих людей, так и непонятно верующих. Это приглашение Иисуса Христа в Его небесное царство, с Его истинным блаженством, в котором присутствует не только просто поверхностное, эмоциональное, внешнее, видимое христианство, но и с Его глубокими отношениями в Боге. И как мы видим, друзья, в этом блаженстве, в этой христианской жизни имеет место плачь. Может быть, даже интересно, как-то кто читает эти тексты, впервые скажет, что может быть общего между словом «блажены» и словом «плачущие». Ведь слово «блажены» говорит о абсолютной, внутренней особой радости и удовлетворении внутренности, о высшей мере счастья. В чем же блаженство, связанное с плачем? Как мы знаем, заповеди блаженства относятся к Нагорной проповеди, которую Христос произнес на горе. Плач, о котором говорит Христос во второй заповеди блаженства, обратите внимание, он связан с предыдущей заповедью блаженства, «Самой первой, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это очень важно увидеть. Вторая заповедь «блажены плачущие» связана с предыдущей. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Путь Царства Небесное начинается, друзья, с духовной нищеты, с полного духовного банкротства, с осознания своего греховного состояния пред Богом, и раскаяния, и нужды в Боге. Духовная нищета обязательно приведет к богоугодной печали. Нищета нищие духом, друзья, обязательно станут плачущими, когда человек по-настоящему видит себя в Божьих глазах, когда Дух Святой, друзья, касается по-настоящему сердцу человека и открывает его греховность. Приходят не эмоции, не восторг, не довольство, но приходит печаль. Этот плач, друзья мои, не является плачем отчаяния, плачем разочарования, без надежды, без смысла и цели. Этот плач ведет к утешению. Так говорит Христос, блажены плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Счастье не в самом плаче, а в утешении, которое посылает Бог плачущим о грехах. Как только наш плач доходит до Божьего престола, в ответ мы получаем утешение, потому что мы принадлежим Богу всякого утешения. Когда наш плач приходит к престолу, братья и сестры, навстречу нам выходит Бог, который является Богом всякого утешения, потому что нам дан Дух утешитель, который назван, потому что сам Христос, который является утешителем, вселяется в сердце человека, который плачет о своих грехах. И когда наша печаль ради Бога, друзья, будем помнить, что мирская печаль о наших грехах производит покаяние. Это не мирская печаль, друзья, это не мирская печаль. Но печаль ради Бога, как мы читаем, неизменно производит в нас покаяние, и это угодно нашему Господу. Поэтому, дорогие мои друзья, если сегодня Дух Святой касается вашего сердца, и вы плачете и сокрушаетесь, это богоугодный плач и слезы. И этот плач, он обязательно будет вознагражден утешением, особым утешением от Господа. Когда еще мы можем плакать? Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 15 стих. Мы находим слова апостола Павла, в котором есть повеление. «Радуйте с радующимися и плачьте». С кем? С плачущими. Друзья, это повеление, 12 глава, посвящена дарам духовным. 12 глава послания римлянам, посвящена дарам духовным, где апостол Павел показывает, открывает богатство церкви, и то, что Господь наделяет дарами свою церковь. И это повеление плакать с плачущими, это неотъемлемая часть жизни в теле Христовом, где необходима не только материальная поддержка, но очень важны слезы. Я не знаю, имели вы опыт в своей жизни, когда встречаешься с тем человеком, который просто переживает горе, страдания и плач. Интересно, друзья, знаете, какая чаще всего приходит утешение и помощь для такого человека? Когда он видит вас и не слышит слова, они и не помогут. Когда он видит просто плачущий. У меня было в жизни такое, когда ты ничего не можешь сказать. Ты просто плачешь. И приходит утешение, приходит благословение. Когда люди находятся в горе, очень важно, друзья, думать не о словах, а думать о состоянии сердца своего. Искренние слезы наши. Это великое утешение и поддержка для людей, которые испытывают страдания. И сегодня в мире очень много. Вчера было 24 число. Два года назад жизнь миллионов людей в Украине стала до и после войны. Миллионы людей сегодня плачут в страдании и в горе, похоронив своих близких. Миллионы остались сиротами, вдовами. Какое сердце сегодня у церкви, реакция наша на слезы людей и той, и другой стороны. Способны ли мы плакать сегодня? Или не все так однозначно, братья и сестры? Когда еще мы можем плакать в соответствии с Писанием? Еремия, 9 глава, 1 стих. Пророк Еремия говорит такие слова. «О, кто даст голове моей воду? Глаза моим источник слез. Я плакал бы день и ночь. О чем плачет? О пораженных черри народа моего». Обратите внимание, как пророк реагирует на поражении народа своего, о Израиле. Он стал свидетелем величайших благословений, как Господь обильно благословил народ израильский. Сколько милости изливал Господь. И каково его решение? Он стал свидетелем, как народ израильский день за днем, месяц за месяцем, год за годом превратился, оказался отступником, отошел от своего Господа. И реакции, обратите внимание, он не просто дистанцировался, он сказал, но это их проблемы. Обратите внимание, все пророки Ветхого Завета очень близко мы видим, это плачущие люди. Плачущие люди, и не просто они скрывали свои слезы. Посмотрите, пожалуйста, на 10 стих этой же главы. Еремия 9 глава, 10 стих. О горах подниму плач и вопль и о степных пастбищах. Рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно влияние стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. Сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, города Иудеи сделаю пустыней без жителей. 17 стих, обратите внимание, и 18 и дальше, так говорит Господь Саваоф, подумайте, позовите плакальщиц, обратите внимание, Бог обращается к народу и говорит, у вас должна правильная реакция, то, что происходит внутри народа. Он приглашает, позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лили слезы, и с ресниц наших текла вода, ибо голос плача слышен Сиона. Как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, мы оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово, уз его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Просестры, если бы мы оказались свидетелями, находились бы там, мы были поражены. Можем себе представить, что всю землю, все это пространство, все эти отношения, все наполняет просто рыдание, плач. Плач о чем? Друзья, это правильный библейский плач. Это плач о поражении, плач о падении, плач о сокрушении, друзья. И обязательно такой плач будет услышан на высоте. Такой плач обязательно найдет утешение. Бог склоняется к скорбящим. Бог утирает слезы. Просестры, мы читаем, помните, в небесном Иерусалиме. Наверное, действие будет, особое действие, которое в Иерусалиме произойдет. И отрет Бог всякую слезу сочей их. А пока мы нам ути, братья и сестры, нашу жизнь будет сопровождать страдания, горе и слезы. И как очень правильно, как нам, христианам, правильно реагировать на свое состояние, на свое падение, на падение близких наших, родных, на горе и страдания, на то, что происходит, совершается сегодня в мире, в нашей церкви, в семьях. Друзья, это далеко не полный перечень плача, который вызван не нашими человеческими причинами, пусть даже самыми уместными, естественными, но мы говорим сейчас о особом плаче, плач, который ведет к покаянию, плач, который ведет нас к сокрушению о себе, плач о наших детях. Помните, когда плакали женщины, Христос сказал, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Это очень важно. Братья и сестры, дорогая церковь, я не приглашаю вас сейчас к плачу искусственному. Я просто хочу сказать, что когда Дух Святой работает в вашем сердце, и вызывает Дух Святой и ваши слезы, друзья, не сдерживайте их. То ли это в комнате за закрытой дверью, то ли в кругу семьи или в церкви, но знайте, что на библейский плач, плач вызванными причинами очень глубокими, придет утешение, придет ответ от Господа. Пусть нас благословит в этом Господь. Аминь.